Доброго времени суток, мои уважаемые зрители канала! Здравствуйте, мои драгоценные подписчики! Передаем вам события с необъятных просторов нашей Родины, цветочки дамам. Ну и вот выбрал я время, попробую сходить на речку Истра. А для чего? Смотрите видео, и вы все узнаете. Ну, конечно, погодка. Дождь уже был проливенный. Ну, не знаю, на часок схожу, я уже почти пришел. Застанет меня дождь, не застанет. Взял я зонтик, иду пообщаться с природой. Дождик уже накрапывает, но если пронесет эту тучку, дальше все чистенько, вроде бы. Вот я уже начинаю спускаться вниз. Значит, где-то рядом речка. Но был я здесь один раз. Один раз довелось мне даже понырять немножко. Такие вот здесь луга и довольно-таки молодой лесок. Травы, море. Но, правда, потому что ее не скашивают. Тут очень много сорной травы. Репейник, крапива, осот, ну и так далее. А дождик усиливается. Уровень везения Маэстро еще никто не отменял. Здесь вот кто-то косил. Вот эта вот трава хорошая. Говорю вам, как бывший сельский житель. Блин, прям хоть действительно кроликов заводи. Уж с десяток кроликов здесь прокормить хватит. Вот никто ее не косит. Никому не нужна. Так, собаки меня не съедят, надеюсь. Будем надеяться. Никто ее здесь не косит. Никому она не нужна. Эта трава. Ну и вот она, собственно, речка. Ненадолго. Я думаю, получасовое видео нам удастся заснять. Хотя здесь вот машины не ожидал я, что будут машины в такую погоду на пляже. поэтому будем выбирать другое место. Пройдемся вдоль речки ниже. Там сделали тарзанку. Ой, блин. От луки я уже ходить по пересеченной местности. ноги не чувствуют. Ноги не чувствуют, где обрыв, где возвышенность. Речка разлилась, кстати. После таких дождей, конечно же, разлилась и мутная. И чувак на локте фигачит против течения. Так, ну что я хочу сказать. Погода что-то на нашей стороне, что ли, сегодня. Ветер дует оттуда. Ну и солнышко. Вот там идет дождь. Видно. Короче, дает мне возможность природа поснимать. Природа поснимать себя. Красота. Красота неописуемая. Речка, речушечка. Вот такое здесь оборудование. Оборудованное место. Но немножко, конечно, грязновато люди себя ведут. Конечно, собрали более-менее в кучу. Ну, могли бы, конечно, и отвезти до деревни буквально километр. От ветра сухая лоза трещит. Думаю, кто там. Заверь какой-нибудь есть. Бобер. Или не бобер. Никого нет. Красота. 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 Просто красота. Так. Еще мне сообщили подписчики. Огромное спасибо, что смотрите, передаете данную информацию. Уже значит пред... Вот, кстати, здесь очень много земляники. Батва. По крайней мере, земляника уже сошла. Наверное, да? Или нет? Наверное, уже сошла. По поводу... По поводу того, что уже придумали историю. Типа мне достались деньги Батыра. Вот. Говорит... Говорит человек, который довольно-таки тепло с нами общался. Но я все больше начинаю понимать, что не просто так божие наказание дается людям. Вот. За дело. За дело. За длинный язык. За зависть. За какие-то еще прогрешения людям дается божия кора. И она действует. Ну, ладно. Не будем о грустном. Хотел я на пляж заглянуть, но там напротив чувак ловит рыбу. Как-то я стесняюсь. Думал, что в такую погоду преддождливую никого не будет. Но оказалось, что наоборот. Интересно, как здесь со связью, если в следующий раз включить прямой эфир. Ну, и надо какой-то все-таки придумывать средства мобильности. Пока я дошел, уже прошел целый час, наверное, времени. и вот точкой был пляж. А дальше куда я иду, не знаю. Даже человек навстречу идет. Обалдеть. К речке здесь не подобраться. Бурьян такой, что мама не горюй. Интересно, что делает здесь человек? куда он идет и зачем? Тоже гуляют с собачками. С собачками. Может быть здесь мы зайдем. Тут что-то особо не впечатляющее место. Там прям пляжок так удобно и большое скопление людей. это надо знать места. Знать места, где собираются много людей. Мне кажется, надо было идти в сторону деревни вдоль речки. Где-нибудь все равно там есть пляжные местечки. А здесь уже далеко куда-то я ушел. Можем так дойти и до Москвы. Обалдеть! В такую глушь я зашел. Думал никого не будет. Тут еще и три тетюшки лазят с собаками. ёппи. Ну вряд ли. Вряд ли здесь крутые берега. Вряд ли здесь будет какое-то пляжное место. Издалека зайдем глянем. какое нахер здесь пляжное место. Такое глубокое русло. Наверное когда-то в древности была речка. Да не наверное а точно гораздо крупнее и наверное заканчивалась вот где-то где я стою. Красота. обязательно схожу сюда на рыбалку. Но это уже будет после того как приеду домой приеду из дома вернее. Сначала мы погуляем дома. Не пойду я больше в эту сторону вернусь обратно ближе к деревне. Ой какая елочка. Нравится елочка. Кстати стоит на свободном участке и не такая не горбатая. все вы наверное знаете из школьной программы что в лесу деревья более тянутся к солнцу и более ровные. даже на той стороне какое-то здание пытались построить. Совершенно не знаю я этой местности. хожу просто гуляю свежий ветер свежий воздух сверчки кузнечики прикольно вот прям живой экземпляр на новый год запоминайте место 78 километров южнее от нулевого километра шучу конечно очень хотелось бы такое красавицу на новый год дома но лучше прийти и полюбоваться ею здесь а дома можно поставить и искусственно отломить несколько веточек для запаха так сказать берегите природу мать вашу вот выгуливают хозяйскую собаку рабочий наверное из дома из какого-нибудь так ну что там с пляжа ушел человек или нет рыбачат или что они там делают сейчас посмотрю поточнее поточнее ну вроде сказали так рыбешка здесь есть вот которую плотву там хозяйки дома принесли здесь какое-то место интересно плотву которую хозяйки дома принесли ловили не в речке а в пруду который здесь тоже есть недалеко от дома ну вот здесь явно не для купания места а порыбачить засесть сюда прям великолепно течение я скажу вам очень большое и есть вот его видно водоворотики и есть довольно таки сильные водоворотики хотя речка неглубокая вот там в районе пляжа до середины ну короче наверное ее можно перейти по дну вот не знаю как сейчас она довольно таки прилично разлилась когда я здесь был месяц назад было немножко поскромнее ширина реки была наверное на метр воды стало больше в высоту соответственно метра на 4 разлилось вот ветка все таки это завалилась трещала трещала я думал там какой-нибудь зверь крадется кайф кайф единственное не знаешь когда местность не знаю куда идти вот ушла тученция огромная такая поэтому пока не стемнело сейчас в москве 20 16 9 час а я в 7 вышел вот я уже час 15 брожу и толком я не не пришел еще к тому месту и к тому зачем я вообще здесь хотелось попробовать опробовать так ну и много немного истории река Истра в московской области левый приток Москвы реки вместе с образованным на ней водохранилищем является частью системы водоснабжения города Москвы в середине 17 века московским патриархом Никоном была названа Иорданом длина 113 километров бассейн 2050 км квадратных расход 12 целых 1 десятая метра кубических в секунду так Устье 247 километров от Устья до Истока да я так понял от Истока до Устья короче речка 247 километров городской округ протекает через городской округ Солнечногорск Истра Красногорск название первое упоминание о реке Истри датируется 1461 первым годом и содержится в духовной грамоте великого князя Василия Васильевича в песцовых книгах 16 века река указана под названием Большая Истрица и Большая Истра в более поздних источниках в том числе в книге Большому чертежу 1627 года вновь фигурирует как Истра в названии могут быть выделены основа СТР и начальная И появившегося для облегчения произношения основы и имеющая приставной характер древняя индоевропейская основа СТР означающая ТЕЧ означающая ТЕЧ представлена и в славянской и в балтийской терминологии и гидронемии Гипотеза о балтийском происхождении названия подтверждается тем что известны литовские географические термины СТР и поток течения СТР и поток Большая река СТР УМУО поток Быстрина которым соответствуют латышские слова СТР и СТР с теми же Поскольку западная Подмосковья где протекает река до прихода славян было заселено балтийскими племенами то вполне вероятно что в языке балтийского племени которые живут на реке были близки по созвучию термины на СТР и один из них мог быть положен в основу названия и приобрести форму ИСТР Возможно гипотеза и о славянском происхождении названия известны в русском языке слова Струя Струмень Стрежень Стремнина и такие названия рек Струма Стрий Стыр Стырь и тому подобных протекающих в южной части зоны славянского расселения позволяют считать возможным и образование названия ИСТР Однако предпочтение все же должно быть отдано балтийскому варианту происхождения Чем крупнее река тем как правило более древним является ее название Такая вот история данной речки Так Ну а человек ушел и сейчас я вам расскажу зачем я здесь собственно говоря Ну и вот друзья первая первая находка на пляже как вы знаете отдыхают люди такой вот у меня металлоискатель мульти крузер поставил я сейчас все металлы ну и вот буквально там на 10 сантиметрах рукой копаю потому что пляж это 2 рубля современных они не 2 10 я подумал 2 рубля вот видите да какая она цветом 10 рублей это первая моя находочка озвучала она 65 максимум давала 56 56 вот зачем я пришел теперь не найдешь подржавела подржавела тудым сюдым 10 рублей первый мой трофей в этом году современные 10 рублей 18 или 19 года не вижу ну не важно современная десятка короче вот зачем я сюда пришел просто попробовать приколоться сейчас попробуем еще нигде не звенит вот здесь хорошо я у отца на огороде помню ходил он там везде звенит потому что и гвоздики и всякие железочки залу доски жгут с гвоздями залу всю на огород он постоянно звенит металлоискатель и не поймешь что он хочет здесь прикольно 10 рубасиков интересно пляж такой видите какой тут пляж 4 квадратных метра если походить по пляжам которые действительно представляют размеры то таких находок будет немало хочу съездить в строгино на пляж походить так что с почином друзья в поисках золота будет еще вот такой контент у меня на канале ну вот друзья о чем я говорил палка жгли костер видимо может быть собака может быть дети бросили сюда на пляж и вот она закапана с гвоздиком гвоздик кверху лежит вот так она зазвенела заодно и почистим пляж доска и вот он даже не гвоздь а саморез лежал кверху то есть если довольно таки на небольшой глубине всего 5-7 сантиметров если так вот подраскопать и прыгнуть пяточкой достанешь запросто такие вещи ну куда-нибудь я не знаю вот здесь какое-то костровище видимо было вот именно здесь мы были здесь вот жарили шашлык ребята приезжали а тут вот такой такое костровище не оборудованное деревьев здесь мало и они такие в основном ивы я думаю здесь пожара никакого не будет вот хочу чтобы оно в записи в камере что-нибудь зазвенело запищало оно не пищит как назло что-то какое-то мелкое фольга звенит все что угодно блин все звенит я ходил по пляжу там в деревне возле пруда там тоже все звенит ну в основном надо искать где люди раздеваются видимо раздевались и из кармана десяточка выпала а вот эту вот штучку я так и не нашел что-то вот здесь пищит что это может быть я не знаю я копал копал искал 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 как бы оно видимо в руки попадает я ее отшвыриваю дальше что-то такое мелкое видимо сейчас если сейчас будет пищать то уже как бы там грунт тверденький надо лопаткой копать нет не пищит вот я ее опять переместил до 40 тоже металл может быть какой-нибудь 10 копеек я не могу никак может быть какие-то 10 копеек не могу обнаружить маленький гвоздик все что угодно и мне уже интересно ее найти я уже какой раз копаю в этом месте не могу найти все я ее переместил лопату лопату я раньше носила с собой в руках оказывается вот такой эффект она явно металл металл это металл это фольга даже звенела представляете фольга тоже звенит здесь позвоню представляете дискриминацию надо делать на такие вещи еще тут что-то могли закопать конь смузер Ха-ха-ха вверх металла и снизу даже он вверх аверх и снизу Снайд Но я его не могу найти. Так, так. Так что люди, кто шарит во всем этом, подсказывайте. Я вообще новичок в этом. Надо его настроить. Дискриминацию настроить. Металлов. Вообще, поначалу интересно все. Любой гвоздик. Любая фигня. Интересно. Может быть, этот пакет мешается. Нет. Что-то тут есть. А что тут есть? Не знаю. Сейчас будем искать. Ну вот, друзья. Добился я своего. Вытащил вот такую вот опять корягу. И вот вы видите. Бамбочка. Баночка. Алюминиевая. И. И... Засыпалась песком. Поэтому немножко тяжелая. Балтика 7. Всего лишь на все. была на воде то есть начало катушки реагирует я думал все-таки пяточка нет начало попробуем позвоним еще все все звоны прошли тут что то есть роем здесь ну и вот рядом где банка еще один сигнал выкопал такую нору все в ней уже не звенит вот в этой кучечке она вот этот звук прямо точно указывает что она здесь где-то вот пожалуйста как это осколок но это вот хороший опыт это он лежал на глубине сколько здесь 30 35 сантиметров осколочек какой-то кусочек железочки кусочек железочки хороший опыт что берет металлоискатель берет вот центр катушки я почему-то думал что вот пяточка реагирует началом катушки хороший опыт для кладоискатель и еще друзья если вы пришли куда-то на поле на огород куда-то еще то все что вы нарыли потом нужно ну хотя бы так вот прикопать люди не скажут вам спасибо за того что вы развороченный пляж и за собой как бы не заровняли потом кто-то так увидит интересоваться будут по-любому как-то чё ты там нашел что нашел что не нашел бываешь такой там крестики теряют колечки сережки так далее все это бывает вот но после себя надо оставлять какой-то порядок тогда люди к вам будут по этому поводу завистников все равно не счастье вот будет но надо делать так чтобы более-менее понимающие приличные люди адекватные вам не говорили нахер когда ты тут накопал ямок и за собой не засыпал их все вот таких у меня сегодня три находочки 4 до саморез алюминиевая банка кусочек железа и 10 10 рублей не знаю чё звенит может быть в мешке в моем что-то звенит берем мешок может молния от мешка рюкзаказа где-то под кустиками посмотрим чё тут может звенеть что тут может звенеть в таком месте хотя на траву часто кидают одежду я вот видел здесь сидели мужчина с ребенком тоже чермет интересно что-то хлястик так она там и здесь то стоит еще и раскопал муравьев муравейник раскопал жаль конечно посложу я его назад посложу я его назад не видел я друзья исправит мой косяк исправит муравьишки мой косяк пойдем другом месте говорить друзья ну уже вечереет уже вечереет и вот я одно место значит вот здесь начерчу вот здесь придется прийти порыть все таки вот в этом участке был такой же сигнал не нашел я раскопал емищу уже практически в воде закопал закопал бросил плюнул хотел уходить рядом еще один сигнал вот выкопал ямку представляете друзья что я нашел что я нашел специалисты военные давайте быстрее комментарии от какого ружья данная штука как бы ее фокус навести внутри внутри я ее не могу прополоскать это газовый да я так предполагаю газовый патрон судя по вальцовке судя по вальцовке скорее всего газовый вот такой вот схорон с оружием я нашел заберем трофей уж банку я не стал забирать вот такие трофеи обычно те люди кто занимается данными вещами собирают так ради прикола показать а что вот самое необычное ты нашел а что самое интересное ну мне вот допустим необычная и интересная гильза вот и вот это место надо мне про про повторить но не сегодня наверное уже в следующий раз так друзья ну я уже дома приехал кстати поздно одиннадцать уже вечера вот такой вот у меня аппарат мультикрузер ну он у меня не новый как сказать не новый не из упаковки ну вообще пользовался там 3-4 раза вот подобная машина сейчас стоит в районе пятидесяти рублей там плюс-минус плюс-минус пятидесяти тысяч я имею ввиду рублей вот такой аппарат им можно вот как говорят люди сколько роликов смотрел до блока управления вот до этого можно его погружать погружать в воду можно в принципе и с блоком управления но не рекомендуют поэтому где-то в районе метр-метр-двадцать можно с ним ходить и под водой тип принцип работы VLF глубина тут ну написано глубина погружения 5 метров вот цифровой дисплей ручной и авто значит настройка регулировка громкости вес 1,4 параметры значит частота в килогерц 5 14 и 19 килогерц что еще тут встроенный литиевый аккумулятор на 3 700 микроампер размер катушки 28 на 18 друзья и что я значит хочу сказать я новичок в этом деле новичок и вот сегодня первый у меня коп первый коп и что друзья я вам хочу сказать вот мои сегодняшние находки на пляже буквально там за час это вот значок я нашел вот такой значок конечно здесь разобрать что-то разобрать что нарисовано но современное китайского производства значок суть в том что все находки друзья от штыка сколько у нас штык там 25 см вот от штыка на глубине штыка одну десяточку я только на поверхности нашел вот одну десятку задолбался копать вот три три десятирублевые современные монеты еще там звенело но уже темно и я не стал дальше копать вот монета здесь 2019 десятка вот вот это 2015 тоже 10 рублей ну еще их можно отдать в магазин чуть почистить вот хотя я их оставлю как как мои первые находки и вот она десяточка самая первая наверху лежала тоже 2019 года и вот такая гильза от патрона друзья что здесь написано тэкс пин тэкс пин 4 и 45 рубер что это значит сейчас загуглим посмотрим так так друзья надпись означает это травмат патрон 45 рубер с резиновой пулей максимум тэк скрим вот такой по всей вероятности рядом там я не нашел валялась вторая гильза вот такие находки друзья у меня сегодня первый можно сказать коп данным аппаратом мульти крузер амфибия все дела проверил маленький пляж и уже собирался друзья познакомился с чуваком он там сплавляется на байдарке познакомился да я говорит ну естественно на байдарке хожу и проезжаю кучу пляжей вот познакомился с чуваком теперь с ним на связи он говорит как буду куда-то ехать машина у него вольво вот как говорит буду куда ехать выдвигаться в поход буду брать тебя если хочешь по рулем короче по пляжам с целью интереса ну и почему бы нет почему бы и не меркантильный интерес в плане там кто-то потерял колечко цепочку крестик и так далее вот я думаю за этим люди его и берут не только ради интереса прикольно для меня сегодня просто мурашки по телу бегут от того что я нашел вот это вроде ну там еще кусочек железа и банка то есть раз два три четыре пять видов находок пять видов находок из них вот три десяточки современные я их брошу не в копилочку а значит в отдельную куда-то буду баночку складывать новые друзья у нас контент будем ходить скоро поеду в Липецкую область будем снимать и там такой вот небольшой ролик для начала как зайдет пишите в комментариях кто занимается подобным кто что знает как про настройки вот этого аппарата блин для меня это все новое неизведанное но будем изучать спасибо за просмотр всего хорошего вам до свидания подписывайтесь на канал ТВ Маэстро разносторонний контент разносторонний развитый человек не ждем мы и не говорим ни о ком плохо не ждем мы когда нам свалится с неба а сами ходим ищем думаем шевелимся заботимся ну и тому подобное вот этот венский стул друзья это венские стулья кстати о контенте еще одном виде их два стула всего к сожалению но я обязательно отреставрирую эти два стула вот потому что ну ценятся эти стулья ценятся вот пусть их будет два но они в скором будущем вы их не узнаете вот они уже крашены 25 раз по мазкам все расклеены рассохлись и так далее и тому подобное скоро вы их не узнаете ну основная значит причина сегодняшнего видео основное основное направление это вот мой первый поход на пляж в подмосковье на истру вообще даже не ожидал что я что-то найду но вот такие находочки добра всем здоровья спасибо за просмотр оцените контент пока пока до связи я уже дома лимон растет все цветет и пахнет все замечательно полы помыл посуду сегодня начал перемывать короче шуршу по дому всем добра здоровья успехов удачи спасибо